Что же не является или что же не относится к движению новой эры? Во-первых, к движению новой эры не относится язычество или неоязычество в тех формах, которые представлены в современном обществе. Язычество пытается провести свое родословие, найти корни действительно в каких-то древних обрядах, в древних поклонениях, которые были на той территории, где существовала та или иная народность. Говоря о российском неоязычестве, конечно же, пытаются возобновить некие древние поклонения Перуну, Велесу, Мокоши и так далее. Иногда язычники обращаются еще дальше и пытаются найти некую связь с так называемыми протоарианами, то есть теми жителями Гипербореи, которые якобы населяли окрестности или территории России или Северной Руси. И создают свои новые мифы, открывают Велесову книгу, пытаются интерпретировать какие-то рисунки на камнях, пытаясь доказать, что штрихи и палочки на каких-то, может быть, даже древних камнях, являются на самом деле подписью древнего мастера о том, что этот камень есть жертвенный камень для богини Мокоши и так далее. То есть в первую очередь язычники пытаются провести свои корни не от эзотеризма, хотя и не используют очень многие инструменты оттуда, или не из оккультизма, а из каких-то древних учений, древних религий, и поэтому мы говорим, что движение новой эры это не язычество. Почему это еще не язычество? У язычников нет такого учения о смене эпох и нет учения о новом Мессии или Майтрее, или Спасителе, или некому Учителе, который должен прийти и изменить этот мир. Второе. Главная цель для язычников, в первую очередь, это победить христианство на поле, на религиозном поле, и чтобы восстановить некое истинное поклонение, которое было, в частности, ну, например, в России, до того, как здесь появилась иноземная религия христианства. Второй момент. Движение новой эры нельзя называть оккультизм, спиритуализм или спиритизм и астрологию в отдельности. То есть нельзя назвать астрологию в отдельности движением новой эры. Да, новая эра использует инструменты из астрологии, используют предсказания, используют различные механизмы, но это не то самое движение. Астрология просто как отдельная метафизическая наука, отдельная эзотерическая наука. Сегодня астрология это больше как отдельное такое даже шарлатанское направление, которое используют все, кому не лень, потому как, знаете, в любой газете всегда вы встретили астрологический прогноз, какой-нибудь календарь на следующий этап вашей жизни, и кажется, что если газета вышла без астрологического прогноза, там уже чего-то не хватает. Знаете, как нет выходных данных. А как же? А что же будет со мной? Давайте посмотрим астрологический прогноз. И поэтому сейчас астрология больше связана не столько с какими-то реальными прогнозами, сколько с маркетингом, то есть с системой продаж. И поэтому каждому знаку нужно написать что-то положительное, о чем-то предупредить. Ну, например, все знаки предупредить, например, о том, что в гололед вечером нужно внимательно следить за своим поведением на дороге, вдруг поскользнетесь, ну, в какой-то форме. Всех нужно ободрить по поводу предстоящих праздников, или, например, предупредить не упиваться в какой-либо той или иной форме. У меня был один раз такой момент, читая лекцию об астрологии для студентов, я думаю, как бы сделать ее интересной. Поэтому я взял и буквально перед выступлением написал так вот, как говорится, ну, не контактировал, но так от души, написал некий астрологический прогноз. Вот, и думаю, ну, на кого же я написал? Думаю, а, узнаю прямо, когда буду читать лекцию. Говорю, кого у вас здесь больше? Давайте, вот кто тельцы подняли там, кто там, я не знаю, там львы там подняли еще. Ну, в общем, какого-то знака там, я не знаю, там рыбы, козероги, кого-то получилось больше. Говорю, о, у меня как раз для вас астрологический прогноз. Читаю этот астрологический прогноз и говорю, как только вы услышите, что, значит, о вас что-то осуществляется, вы тут же поднимаете руку. В конечном итоге все, кто поднял первый раз, значит, руки о своем знаке, так или иначе подняли в конечном итоге руки и сказали, все так и было, все так и осуществилось на прошлой неделе. Я говорю, видите, какой я хороший астролог. То есть для того, чтобы быть хорошим астрологом, не нужно глубоко чего-то изучать, достаточно просто знать природу человека, и вы уже будете уметь, вы уже научитесь или сможете предсказывать все, что вас окружает, какие-либо угодно события, почему бы тем самым не работать. Но мы же понимаем, это обман. Следующий вопрос. Допустим, они говорят, что есть какое-то влияние планет, какое-то влияние планет на жизнь человека. Ну, с точки зрения физики, вот эта вот кружка металлическая, она влияет в тысячу раз на меня больше физически, чем любая планета, находящаяся дальше Луны. Луна, да, действительно влияет на нас. Мы понимаем, да, не только приливы, но еще ритмичность нашей жизни, это понятно. Просто потому, что у нее огромная масса, она достаточно близко находится, но поверьте, планеты типа Нептуна или Урана, они еле различимы на небосводе в хорошие мощные телескопы, поэтому уж какое-либо физическое их воздействие можно приравнивать просто к нулю, практически уже к нулю. Поэтому говорю, кружка сильнее на меня влияет, чем тот же самый Уран. Но, но, вопрос следующего плана, вы можете задать любому астрологу. Скажите, почему вы считаете, что Марс обязательно это бог войны, а Венера обладает женскими качествами? Вот откуда? Вот каким образом вы приписали определенные психологические свойства каким-то планетам, а потом через них вы проецируете и на меня. Ну, соответственно, созвездиями и так далее, и тому подобное. Они говорят, это традиция. Я говорю, хорошо, традиция. Откуда эта традиция? Традиция. Я говорю, ну понял, вот уже дважды сказали традиция. Откуда такая? Ну, это такая вот культура. Я говорю, хорошо, традиция, культура, откуда? Ответа так и не прозвучал. Пытаются, конечно, объяснить некими статистическими выкладками, вот типа того, что больше войн происходит или еще чего-то. Но вы знаете, любой математик упадет с сердечным приступом, увидя такие статистические выкладки, потому что там действительно очень много от человека. и самый простой вариант. Есть, вы знаете, есть игра на бирже. Да, и вот большие деньги действительно могут делаться во время обмена, покупки, продажи акций и так далее. Поскольку вот кризис у нас, не знаю, миновал ли, но в мире он уже почти что проходит, в первую очередь кризис ударил по биржам. Так вот, интересная штука. Ни один астролог не смог обогатиться на кризисе. Вы представляете, вот в такие моменты как раз и делаются самые большие состояния. При обвале или при резком росте. Где они, миллионеры-астрологи? Я чего-то не понимаю. Они что, не могли предвидеть такое серьезное падение? Буквально, когда весь мир был на грани краха и до сих пор все содрогания вспоминают октябрь, 2008 года? Что такое происходит? Предложите успешному брокеру заниматься астрологическим прогнозом по поводу роста или падения курса акций. Забыть про математику, забыть про различные математические... Там тоже, там все-таки действуют всякие вероятностные модели и брокеры, они не всегда знают, что происходит. Они предполагают, они пытаются предполагать. Они готовы зацепиться за любые намеки. Они пытаются строить графики и исходя из этих графиков предсказывать, как будет дальше двигаться тот или иной курс. У них есть свои вероятностные модели, свои расчеты, свои формулы, но практически никогда они не используют астрологию. Знаете почему? Она просто не работает. Нет, конечно, астрологи говорят, да, у нас есть такие примеры замечательных товарищей, которые использовали астрологический прогноз и тут же стали богатыми. Я говорю, да, серьезно? А почему же я не вижу это постоянно в прогнозах? Смотрите, если метод замечательный, дешевый, простой, имей своего астролога, и все будет замечательно. У тебя будет просто курс акций, значит, эффективность твоих вложений будет постоянно расти. Где вы видели астрологические паевые инвестиционные фонды, ПИФы? Ни один астролог не смог их организовать и продержаться сколько-либо серьезно. Почему? Потому что это не требует астрологического прогноза, а обыкновенного математического расчета, предвидения и знаний экономических законов. Да, конечно, есть определенный успех или какое-то умение предсказать ситуацию, то есть, или как-то вот, ну, не зависятся от человека, какие-то обстоятельства случаются, но астрология там не работает. Астрология работает, знаете где? Только тогда, когда человек очень хочет. Скажите мне мой астрологический прогноз. И вот ему говорят, объясняю, что с ним будет. Человек продолжает в это верить, он еще больше верит, и находит в каждом астрологическом прогнозе еще дополнительное доказательство. Но это, опять же говорю, больше отъем денег у народонаселения, чем серьезный прогноз. И поэтому, еще можно сказать о спиритизме, в частности. спиритизм вообще по своей сути начался с сестер Фокс, когда они стали общаться с духом, а после них стали обращаться уже к духам, тарелочки и так далее. Вообще у меня были свидетельства людей, люди рассказывали, что спиритизм в каком-то смысле действует. То есть есть какие-то обращения к духам, и есть некие ответы, которые приходят из этого духовного мира. А мы, кстати, не говорим, что нет духовного мира. И вы знаете, когда люди спрашивают нас о том, значит, сомневаются, хорошо, после ваших лекций иногда кажется, что вообще духовного мира не существует. Существует. Он очень опасен. И он очень легко нас обманывает. Именно поэтому мы говорим, аккуратно, ваша задача не самим биться с этим духовным миром. У вас есть защитник, Христос. К нему обращайтесь, он о вас вводит печень. Почему? Потому что духовный мир легко вводит в заблуждение, обманывает, иногда даже говорит правду. Заметьте такую вещь. Когда произносится вообще откровенная чистая ложь, или, например, мы видим что-то явно такое бесовское, страшное, черное, человеку легко от этого отказаться. Он говорит, да, это бесовщина какая-то. Но когда он видит какую-то полуправду, вспомните, как сатана искушал. Он сказал, а правда ли Бог сказал? Он сказал, а Бог вам соврал, конечно же, Творец Вселенной вас, конечно же, обманул. Он вас не совсем любит, и поэтому вас обманул. Нет, он сказал, все нормально, но вы уверены в том, что вам Бог сказал? Правда ли Бог сказал? Вот именно таким образом и поступает духовный мир. И спиритисты или спиритуалисты, обращаясь к духовному миру, они не принимают этого внимания. Им кажется, что все, что приходит от Духа, это правда. И они начинают верить и больше, и больше, и больше. И цель спиритистов, и спиритуалистов не в том, чтобы открывать новую эру, новое поколение, изменять себя, а в том, чтобы узнавать у мертвых нечто о своем будущем. Здесь, опять же, больше такая предсказательная цель, больше такое общение с Духами, но это не новая эра. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok